Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии, студия Марина Баль. При Волочке готовится к снегопадам. Сегодня погода, по прогнозам синоптиков, должна резко поменяться в течение дня. Температура воздуха поднимется с минус 20 до минус 6 градусов и пойдет снег. Дорожники уже переведены в режим повышенной готовности. Как сообщается на официальном сайте Волговецкого Управтадора, на случай непогоды есть дополнительная снегоуборочная техника. Она выйдет на федеральные трассы по первому требованию. Помогать автомобилистам будут и спасатели. Правда, надежда, что зимний шторм обойдет республику стороной, остается. В региональном МЧС нам сообщили пока официального подтверждения синоптиков об ухудшении и погодных условий в республике не было. За новогодние каникулы 77 крупных аварий. В ремонтных бригадах текучка кадров. Такой напряженной работы люди не выдерживают. Коммунальные страсти в Ижевске не стихают. Наоборот, чем ниже минус за окном, тем больше порывов над теплотрассах. Накануне УКС дал ответы живчанам, какой расскажет Роман Вагинов. Вот у нас труба вся в заплатках. Вот тут заплатка, тут заплатка, вот тут две заплатки. Вот тут заплатка тоже, она вся заплатка, но эти заплатки ненадолго. Они поставят, но в другом месте, рядышком же снова прорывают трубу, снова течет вода. В квартиры доходит только холодная вода, а горячая стекает вот сюда, прямиком в подвал и подмывает фундамент, рассказывает старшая по дому Анфиса Ласко. Обращениям в администрацию города, письма в прокуратуру и депутатам никакого результата пока не дали. Летом полтора месяца не было воды горячей у нас. Сейчас перед Новым годом не стало горячей воды, до сих пор ее нету. Бежит холодная ледяная вода. Отопление? Отопление есть, чуть-чуть. А в этом доме по улице Соборова нет отопления. Пару дней назад здесь уже работала ремонтная бригада. Течь в трубе устранили, но когда теплоноситель подали, труба полопалась в других местах. Екатерина Балашова рассказывает, что такого количества аварий, причем разом, на ее памяти никогда не было. Это еще я еще более-менее, а то еще и пуховую шаль надевай, так и ходим как. Хорошо, вот нет у нас маленьких детей, а у нас в доме столько стариков. Сказать, что за квартиры люди не платят, такого быть не может. Старики они в первую очередь оплачивают. Вот. Я не знаю, и чем все это закончится. Управляющая компания ссылается на УКС. УКС тоже, видимо, плечиками пожимает. С приходом серьезных морозов количество аварий на сетях увеличилось. Ремонтные бригады работают в авральном режиме. Население не объяснишь, они не понимают. Я их тоже, конечно, понимаю. Бывают ситуации всякие, но как бы входят в положение. Техники вроде стараемся, чтобы более такие срочные места направлять, как вот отопление в данном случае. Ну и люди, люди не идут, хотя и идут, но посмотрят. Видно, что тяжелая работа. И все, отказываются. Ну, неблагодарная работа. В УКС критической ситуацию не называют, хотя подсчитали. В праздничные дни на сетях произошло 77 аварий. Почти все уже устранены, сообщили в руководстве компании. Одна из таких достаточно значимых, серьезных аварий произошла по адресу Советская, 21. Был риск того, что могли бы наступить серьезные последствия. Гидравлические режимы от ТЭЦ-1 могли повлиять на треть города. Но оперативно отработала центральная ремонтная служба. Мы локализовали этот участок в течение получаса. В удмуртских коммунальных системах снова повторяют свою версию событий. Виной всему старые сети. Изношенность уже 70%. На ремонт нужно 3 миллиарда рублей. А в программе УКСа заложено в 10 раз меньше. Роман Вагинов, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». Жаловаться на нерадивых и нерасторопных коммунальщиков можно в госжилинспекцию. Там, кстати, сменился номер телефона. ГЖИ сегодня уведомило, что перешла на единый телефон. С этого года все прежние номера телефонов надзоровного органа заменены на единый – 390-001. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По нему граждане могут связаться с приемной, а также непосредственно с инспекторами, набрав соответствующий внутренний номер. Его можно узнать, заглянув на официальный сайт госжилинспекции. В следственный комитет направлены все материалы закрытого эпидемиологического расследования Роспотребнадзора по отравлению учеников 72-й школы Ижевска. Напомню, в октябре прошлого года жертвами острой кишечной инфекцией стали 49 школьников начальных классов. Тогда четыре ребенка было госпитализировано, остальные лечились эмбулаторно. Все замечания Роспотребнадзора переданы для дальнейшего расследования. Им займется Следственный комитет. В новых случаях вспышек острой кишечной инфекции эпидемиологами не зарегистрировано. В Удмуртии пополнение. 454 малыша родилось в республике за 10 новогодних дней. Минздрав Удмуртии рассекретил данные о том, кто в республике родился первым, где и во сколько, и сообщил полезную новость для будущих родителей. Тему продолжит Светлана Буланова. Акушерка Валентина Липина Новый год встречала на посту. Вечером 31-го родился мальчик, а ночь на втором этаже родильного отделения 5-го роддома была спокойной. Всегда вроде на смене ждешь. Вот поступит, вот поступит. Но не поступили. Такое в 5-м роддоме бывает редко, но в этом году случилось. Первые роды в 2016-м принимали днем и родилась девочка. Зато самым первым новорожденным в Удмуртии стал мальчик. В перинатальном центре акушеры трудились всю ночь, помогая появиться на свет малышу. Его берку с надписью «0 часов 10 минут» мама будет хранить всегда. Их уже выписали. А сегодня на выписку готовится и Ольга Симонова. Сынишку родила накануне Рождества. Над именем теперь думает папа. Как ты еще больше думаешь, быстрее бы домой попасть. И у него здоровье было хорошее, нормальное состояние. И у самой. В Минздраве посчитали, за 10 дней Нового года в Удмуртии родилось 454 малыша. Это на 80 ребятишек меньше, чем в прошлом году. Объяснение не до счету простое. В прошлом году каникулы были длиннее на день. А за день в республике как раз и рождается по 70-80 малышей. Мальчиков родилось меньше, чем девочек в этом году. Девочек родилось 229. И 225 родилось мальчиков. В том году было на 30 мальчиков рождений больше, чем девочек. Видите, какие разные годы. За праздники не одной тройни, зато двойняшек четыре пары. С этого года все роддома Удмуртии начнут выдавать маму свидетельства о рождении малышей сразу при выпуске. И ставим задачи на 16-й год для того, чтобы расширить программу, войти в единую базу данных, чтобы родители могли сразу поставить ребенка на очередь в детский сад или детские ясли. И возможность была получить еще и страховой медицинский полис. Удмуртия по рождаемости уступает лишь Татарстану. У нас в 2015-м родилось более 22 тысяч малышей. Чтобы не терять позиции и следить за здоровьем будущих мам, 19 миллионов рублей республика выделила на первый перинатальный скрининг. Ребеночек родным готов. Сердцебиение хорошее, ультразвук тоже хороший. Так что настраивайтесь на роды, готовьтесь. Светлана Буланова, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». На площади перед Михайловским собором в Ижавске в эти дни началось творческое состязание скульпторов. Мастера приехали в столицу республики для участия в 5-м рождественском фестивале. Во всей красе ледовые ангелы предстанут перед жюри и зрителями 20 января. А сейчас идет не менее увлекательный процесс создания ледовых шедевров. Его свидетелем стал Дмитрий Вороновнин. Ледовые творения скульптора Анастасии Жук уже видели Барселона, Москва, Петербург. Для ежевчан эта креативная хрупкая женщина, в совершенстве владеющая стамеской и бензопилой, приготовила особый рождественский подарок. Через два дня на площади перед Свято-Михайловским собором появится двухметровый спящий ангел, символ спокойствия и уюта. Идея как родилась? Да вот я как-то давно уже хотела такую скульптуру сделать. Как раз подошла тематика и очень по технике и по материалу она получилась, что подошла по всему. В основном пилы, стамески. Вот, вручную это все делается. Свои эскизы для участия в пятом юбилейном фестивале ледовых ангелов прислали 10 скульпторов и художников из разных городов страны. Ежевчанин Анфим Ханныков – единственный, кто создавал свои творения на всех фестивалях. На сей раз выбрал образ Георгия Победоносца. Сегодня только приступил к работе. Лед вообще очень благодатный материал. И мы все состоим из воды. И фестиваль ангелов – это такой, мы как бы призываем небесное воинство ангелов на землю. Каждый раскрывает своего ангела. Для создания 10 скульптур организаторы фестиваля завезли на площадь перед Михайловским собором почти 50 тонн массивных ледовых блоков. Работа в эти дни кипит, ваяние ледовых фигур, занятия сродни ювелирному искусству. Лед – материал хрупкий, и не каждый может создать из неотесанной глыбы хоть что-то стоящее. В помощь лишь три инструмента – стамески, электро- и бензопилы. Масса этой ледовой скульптуры – почти 5 тонн. От идеи создания до воплощения в жизнь уходит 4 дня. Работа трудоемкая, с использованием массы инструментов. Но организаторы говорят, оно того стоит. И с удовольствием приглашают всех жителей Удмуртии посетить этот рождественский ледовый фестиваль. Все будет готово к 20 января. Именно в этот день объявят имена лауреатов 5-го ледового фестиваля «Ангелов». Дмитрий Вороновнин, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». На этом у нас все. Хорошего вам дня. До свидания. Радоваться жизни и встречать новый день с улыбкой можно в любом возрасте. Действенную помощь в борьбе за здоровье оказывает продукция компании «Еломет». Одним из самых популярных аппаратов является «Алмак-01». Компактный магнитотерапевтический аппарат «Алмак-01» может применяться при лечении артритов, артрозов, осложнений сахарного диабета. После травм и операций восстановительный период. Качество аппарата соответствует международным стандартам и проверено временем. «Алмак-01» выпускается уже более 15 лет и хорошо зарекомендовал себя у миллионов россиян. Многие, кто приобретает аппарат «Алмак» для домашнего использования, уже проходили процедуры в кабинетах физиотерапии, больниц, поликлиник, уже знакомы с его действием. «Алмак-01» достаточно прост в использовании и не требует специальных навыков. Гибкая линейка из четырех индукторов позволяет охватывать большую площадь, что повышает результативность воздействия. До 17 января успейте купить «Алмак» по цене прошлого года. В магазинах «Домашний доктор», сети аптек «Фармакон», «Клюква», «Фармлент» и «Экона». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова